Чужого мусора не бывает Общество, экология 30 мая 13.34 Чужого мусора не бывает Почему активисты против экотехнопарка в Шиесе, но не видят страшный свалк в Архангельске и Северодвинске? Дмитрий Виноградов Комментарии в просмотров 153 Фото, Лев Федосеев, ТАСС Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны Старая песня группы Крематорий становится все актуальнее с каждым годом Поскольку накопление бытовых отходов производится населением страны год за годом Теперь, в нашем 2019 году, по словам председателя Общественного совета Рослесхоза Владимира Морозова Число мусорных отходов растет по экспоненте То есть, чем больше величина, тем больше рост В стране, по оценкам экологов, ежегодно образуется 70 миллионов тонн отходов Мусорная проблема активно обсуждается в обществе Строительство, или не строительство, новых полигонов вызывает дискуссии Люди выходят на митинги, и очевидно, что решать вопрос мусора нужно Не откладывая его в долгий ящик Какой бы большой ни была Россия, на экспоненциальный рост бытовых отходов не хватит и ее Как пишет экспресс-газета в России, в настоящий момент ежегодно производится около 4 миллиардов тонн промышленных и твердых бытовых отходов ДБО, что составляет примерно 30 тонн на одного жителя При этом, норматив вывоза мусора на одного человека меньше в 115 Рос лишь 260 килограммов 30 миллионов тонн в России попадают не на полигоны, а просто под ближайшие кусты Отмечает издание, акцентируя внимание, что даже в случае со столичным мусором полигоны под ДБО Выделены по нормативу всего на 9 миллионов зарегистрированных жителей В то время, как по факту инфраструктуру Москвы использует в несколько раз больше человек Читайте также Северный Кавказ Кто не платит, а кто ворует? Почему руководство Гайспрома, похоже, не волнует 100 миллиардная задолженность региона? По данным журнала Профиль, на квадратный километр Байкала приходится до 30 тысяч частиц практически неразлагаемых полимеров Их размер, от 0,3 до 5 миллиметров, делают сбор, утилизацию и переработку крайне затруднительным делом Ничуть не лучше ситуация и на берегах Северного Ледовитого океана По данным ОНФ, вдоль берегов Белого и Печерского морей сейчас более 400 свалок В Арктике зафиксировано более 100 мест с деградацией экосистем, потери биоразнообразия и ухудшением здоровья населения И 16 морских и прибрежных зон с сильной трансформацией естественного геохимического фона В том числе и деградацией растительного покрова, почвы и грунтов Говорится в материале АИФ Определенная работа по очистке Севера от мусора ведется Например, за 5 лет вывезли более 52 тысяч тонн отходов с земли Франции Иосифа и Новой Земли Очень тяжелая ситуация остается в Архангельской области Где и проходят протесты и выступления общественников по поводу проблемы вывоза мусора Территориальная схема обращения с отходами в области все еще не разработана Российский экологический оператор включил регион в желтую зону При этом, к сожалению, в СМИ попадают лишь определенные проявления общей проблемы Как протесты против экотехнопарка ШИЭС Против строительства экотехнопарка выступают активисты Архангельска и Северодвинска Перекрывалась дорога на станцию ШИЭС Более 80% предпринимателей боятся вести дело в России Силовики становятся изобретательнее в вопросах отжима бизнеса у граждан Но сваливать мусор десятилетиями можно не только на переполненных полигонах Как говорит директор Ассоциации регоператоров Чистая страна Руслан Губайдулин Проблема в том, что мусоровозы забирали содержимое контейнеров и везли в лучшем случае на полигон В худшем сваливали в лес или овраг, чтобы не платить за размещение Если перевести взгляд с русского севера на европейский запад, то можно увидеть широкое распространение технологии брикетирования отходов Пишет ЭК, позволяющая упаковывать сортированный и прессованный бытовой шлак в прочную и устойчивую к перепадам температур пленку В Европе сортированные и брикетированные отходы используются для вторичного производства пластика, полимеров, грунта и выработки топлива, а также других видов энергии Например, в Великобритании на подобных предприятиях перерабатываются 43% твердых бытовых отходов, в Австрии 57%, в Германии 66%, пишет издание Отмечая, что самый большой такой полигон в Европе находится всего в 20 километрах от Рима Против чего же протестуют активисты в Архангельской области Парадоксальным образом, против решения проблемы, считает автор этой статьи Впрочем, для того чтобы активисты не боролись против решения проблемы, безусловно, и власть должна вести с гражданами адекватный диалог и делать вопросы к технопарков и полигонам максимально прозрачным и понятным для всех Об этом по итогам протестов в Шиесе говорили в Генпрокуратуре И делать это очень быстро, пометуя об экспоненте поглощения России нашим мусором Природное явление, лето 2019, жара, засуха, пожары от июня до августа